Девушки отдыхают Киноманы! Это шоу для вас! Меня зовут Сергей Белоголовцев. На съемках фильма «Офицеры» произошла настоящая драма. Для роли годовалого Вани Трофимова был нужен младенец. Его взяли из дома малютки. И представляете, мать, которая отказалась в свое время от него, увидела его потом на экране и вернула назад. В таких случаях мы говорим, что жизнь, она круче, чем кино. Но наши игроки знают о советском кинематографе и об отечественном кинематографе. Еще и не такие тонкости. Это шоу «Игра в кино». Давайте на удачу. Свет, камера, мотор. Поехали! В роли первого игрока сегодня Денис Сладков. Экономист из города Дмитрово. Стать хорошистом в школе Денису помог один известный мультфильм. Какой? Мультфильм «Троя с простоквашино». Случилось так, что в начальной школе я не очень хорошо учился на тройке, и родители ничего не могли поделать. Я посмотрел мультфильм «Троя с простоквашино», там замечательная фраза у почтальона Печкина. Почему я такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Я попросил родителей велосипед. Они долго думали, сказали, будешь учиться на 4, будьте велосипед. Я стал учиться на 4, у меня появился велосипед, и я после стал учиться на 5. Браво! Денис, первый претендент на победу в нашей сегодняшней программе. В роли второго игрока Инесса Зилькович из города Копыль, Белорусска. Инесса, заместитель генерального директора компании по стандартизации. Инесса, я знаю, что ваши соседи иногда как-то с подозрением и пристально на вас смотрят. Почему? Из-за чего? Из-за советского кино. Да, естественно. Рассказывайте. Я очень люблю советские мюзиклы, песни из кино. И часто я пою. И они иногда просто уже или стучат в стенку, либо звонят по телефону и говорят, уже 11, может, пора уже это. Все. Хочется свой дом, чтобы там можно было уже эх на полную. Ага. Да. Вот сегодня выиграете и начнете копить на свой дом. В роли третьего игрока Александр Охотин, риэлтор из Зеленограда. Благодаря одному советскому фильму Александр на всю жизнь полюбил одно кулинарное блюдо. Какое? Биштекс. После фильма «Человек с бульвара Капуцина». Когда мы приходили в ресторан, я просил, чтобы к нему подавали ваш биштекс, мистер Кинг. Прекрасно! Поехали! Первый раунд! Вопросы в первом раунде будут и очень сложными, чтобы вы освоились в нашей студии. Тем не менее, каждый правильный ответ принесет одному из вас 2000 рублей. В конце первого раунда одному из вас самому счастливому достанется зигзаг удачи. Давайте начнем. Первый раунд, первый вопрос. Бриллиантовая рука. Сколько детей было у Горбункова? Денис. У него был сын и дочь. Двое детей. Абсолютно прав, Денис. 2000 ваши. Идиот! Детям мороженое! Все верно. Женитьба Бальзанинова. Завершите фразу матери капочки. Курица не птица, женщина. Снова Денис. Ты что? Извините, пожалуйста. Мне кажется, это популярная фраза и заканчивается она. Женщина не человек. Абсолютно прав, Денис. И еще 2000 он зарабатывает. Мужчина или женщина? Ну уж нашла сравнение. Курица не птица, женщина не человек. Маленькая, не сравните себя. Карлсон вернулся в мультфильм. Как малыш называл домоправительницу Фрэкинбок. Инесса? Домомучительница. Ой, а я заперт. Что? Ты заперт? Почему? Это домоправительница. Просто какая-то домомучительница. Не реви. Не реви. Это ты ревишь или я реву? Я реву. А я не реву. Не реви. Все правильно. Играем дальше. В каком своем фильме Никита Михалков сыграл официанта? Инесса? Как реакция? Еще раз. Родня? Здравствуйте. Слушаю вас. Официант. Да? Вот эта женщина. Официант. В общем, мы пришли отдыхать. А вот эта женщина, она ненормальная. Все правильно. 12 стульев. Какому персонажу принадлежит цитата? Кто скажет, что эта девочка пусть первый бросит в меня камень? Александр. О, наконец-то. Остап Бенда. Прав, Александр. Ну что, у всех есть деньги. Это что ж, ваш мальчик? Мальчик. Кто скажет, что эта девочка пусть первый бросит в меня камень? Это был последний вопрос с первого раунда. Александр, я вас поздравляю. Вы ответили на него верно. И именно вам поэтому достается зигзаг удачи. Вот наши знаменитые уже на весь мир стереоскопические очки программы «Игра в кино». Одна линза малиновая, другая синяя, под одной плюс три тысячи, под другой минус три тысячи. Я думаю, надо открыть синий. Больше вам нравится? Мой любимый все. И вы поэтому думаете, что он вам принесет удачу? Я думаю, да. Может, надо наоборот, от противного пойти? Нет. Точно-приточно? Точно-точно-приточно. Давайте откроем для Александра синюю линзу. Что под нею? Плюс три тысячи. Да. Мне повезло. Теперь малиновую. Там минус три тысячи. Ну что же, Александр. Значит, для того, чтобы у вас денег стало больше, по правилам нашей игры, у кого-то из ваших соперников денег должно стать меньше. Поэтому, Александр, сейчас вам надо будет отобрать деньги. Либо у Инессы, либо у Дениса. Инесса, смотрите своими прекрасными глазами. Глаза Александру. И говорите ему, что деньги у вас отбирать не надо. И объясняйте, почему. Я даже просить не буду. Я понимаю, что Александр, как настоящий мужчина, у женщины деньги забирать не будет. Уверен в этом. Да. Денис, ваш выход. Я считаю, что Александр настоящий мужчина. И лучше мы на эти три тысячи пойдем и пожарим шашлычку. Не отбирай, пожалуйста, эти деньги. Посидим и пожарим шашлычку. А, то есть настоящий мужчина вместе с настоящим мужчиной должен пойти и жарить шашлыки. Да. Интересная, интересная мысль. Подумайте, Александр, мы смотрим рекламу и очень скоро вернемся. Никуда не уходите. Ручки-то вот они. Я в мужчинах уверена. Придется вам разочароваться в мужчинах. Я тоже по-прежнему уверен в мужчинах. Дорогие мои киноманы, вы смотрите вашу любимую программу «Игра в кино». Уверен, что она любимая. Меня зовут Сергей Белоголовцев. Тоже у нас сегодня в гостях. Александр приехал к нам из Зеленограда. Инесса из города Копыль, Беларусь. И Денис из Дмитрова. Такие у меня сегодня прекрасные игроки. Дорогие наши телезрители, если кто-то из вас, я думаю, что таких много, хочет оказаться в нашей студии, заходите на сайт телеканала «Мир», заполняйте анкету и вполне возможно, очень скоро вы здесь окажетесь за одной из игровых тумб. Что же у нас тут было несколько минут назад? Александр правильно ответил на последний вопрос первого раунда. Зигзаг удачи оказался к нему благосклонен. Три тысячи сейчас Денис получит, но для этого он должен их забрать. Либо у Инессы, либо у Дениса. Саша, что вы решили? Я думаю, все-таки заберу я три тысячи у Дениса. Такой настоящий мужской рыцарский поступок решил сделать Саша и деньги у Инессы не забирать. У нас новый лидер, Александр, пять тысяч рублей. За ним Инесса, четыре тысячи, и Денис пока сзади. У него тысяча рублей, но все очень быстро изменится, уверяю вас. Такая у нас игра. Мы отправляемся во второй раунд. В втором раунде снова будем смотреть кино. Здесь, на этом экране, я вам буду показывать фрагменты из фильмов. Хронометраж фрагмента ровно 30 секунд. Если вы угадываете в первой трети этих 30 секунд, получаете три тысячи рублей. В середине две тысячи рублей. И в последние десять секунд тысяча рублей ваша. В конце второго раунда еще один зигзаг удачи. Давайте играть. Пленочку дайте нам, пожалуйста, мы смотрим первый фрагмент. Мам, нам никто не нужен. Слор-то могу гулять, я. У тебя же начинается сессия. Ну почему? Из-за продуктов не ходить, и готовить может тоже кто-то из нас. Это ты хочешь сказать Люду, да? Потому что ведь... Так, вот Денис понял, бросился в погоню. Самое обаятное и привлекательное. Ответ, к сожалению, неверный. Смотрим дальше. Извини, пожалуйста, мы умрем с голоду, пока ты соберешься пойти в магазин. Ринесса, давайте. Это... Господи, вы же мой карнавал. Ну смелее. Карнавал. Правильно. Карнавал, конечно. Мам, может и Люда, мы потом поговорим, ладно? Ой, ну перестань ты валять дурака. Иди к своей люди, не лезь в хозяйство. Вот вам список. Деньги. И завтра сразу же приходите с продуктами. Идем дальше. Денис. Ну погоди. Абсолютно прав, Денис. Ну конечно. Абсолютно прав, Денис. Инесса. Ручки-то вот они. Девчата. Девчата, конечно. Молодец, Инесса. Правильно. Да может и не надо. Ух ты. Че? Хоть бы фонарик повесили, черт. Хоть бы фонарик повесили. Что обязательно? Что обязательно? Безобразие. Деньги на руку явился. Кстати, фильм «Девчата» имел и зарубежный успех, и прекрасную надежду Румянцеву. Зарубежные СМИ называли Чарли Чаплин в юбке. А итальянские журналы назвали ее русской Джульеттой Мазиной. Идем дальше. Александр. Мне кажется, это место встречи изменить нельзя. Абсолютно прав, Александр. Очень быстро. Наконец-то. Прекрасно. Это был последний вопрос второго раунда. Александр, снова к вам прилетает зигзаг «Удачи». Второй раз. Прошлый раз вам повезло. Вы добыли из-под этих линз три тысячи. Если вам повезет и в этот раз, то вы еще более обогатитесь. Там пять тысяч. Как плюс, так и минус с другой стороны. Выберу-ка я красный. Ну, малиновый скорее, да, наверное? Да, малиновый. То есть как, вот изменитель? Ну, мне кажется, там поменяли. Теперь в синем минус пять тысяч. Ну, хорошо. Давайте откроем для Александра. Там розовая, малиновая, как эта линза называется? В общем, которая не синяя. О-о-о! Я угадал! Снова повезло Александру. Безунчик он у нас. Давайте синюю откроем. Там минус. Ну? Ох, Александр, снова сейчас вы будете грабить своих соперников. Это не просто всегда отнимать деньги у кого-то. Иногда игроки говорят, лучше я отдам кому-то, чем заберу. Инесса, есть опасность, что у вас могут отобрать деньги, поэтому делайте что-нибудь, чтобы этого не произошло. О, я в мужчинах уверена. Уверенный мужчина? Да. По-прежнему верите Александру? Что он рыцарь? Иногда у нас, знаете, вот на игре бывает по-другому, потому что... Ну что ж, тогда придется разочароваться. Придется вам разочароваться в мужчинах? Нет, в Александре. В Александре? Прекрасно. Денис! В прошлый раз Денис приглашал Александра на шашлыки. Я тоже по-прежнему уверен в мужчинах. Александр. Если я буду с минусом, у меня просто не на что будет играть в следующем раунде. Давайте поддержим нашу кампанию и, в общем-то, продолжим играть 4-4 и все ваше. О! В общем, чтобы интрига сохранилась, Денис. Чтобы интрига сохранилась, мы продолжили с интересом играть, но просто с минус 1 это уже как-то грустно. Александр, принимайте решение. Мне кажется, будет справедливо в этот раз. Мы же здесь играем, игроки. Абсолютно. И, как правильно Денис сказал, сравнять их счет. Все-таки, я думаю, Неста, извини меня. Ну что, Падимович. Ну, придется денежку отобрать у тебя. Ну что. Позвольте меня заранее. У нас новый лидер, Александр, 13 тысяч рублей. У Инессы 4, у Дениса 4 тысячи рублей. Давайте продолжим. Отправимся в третий раунд. Что же с вами будет происходить в третьем раунде? Мы будем смотреть фрагменты из фильмов на этом самом экране. В какой-то момент фрагмент будет останавливаться, и я вас буду спрашивать, что же там дальше по сюжету. И буду вам давать три варианта ответа. Отвечайте с первой попытки. Три тысячи ваши, со второй две тысячи. И когда останется одна попытка, ее нужно просто озвучить и забрать тысячу рублей. Нужно обязательно дослушивать до конца не только мой вопрос, но и все три варианта ответа. Только после этого можно нажимать кнопку. В конце третьего раунда еще один аттракцион от создателей нашей программы, который называется Мэри Поппинс. До свидания. Играем. Первый фрагмент. Кавказская пленница. Сообразим три, а? Грешно смеяться над больными людьми. Серьезно, я сбегаю, а? Отсюда не убежишь. Есть один способ. Чем воспользуется Шурик для побега из больницы? Простейшей катапультой, лестницей из пациентов, обаянием. Денис. Это простейшая катапульта была. Абсолютно прав Денис. Потрясающий Александр Демьяненко еще и акробатикой вот так вот занимался прекрасно. На съемках фильма Женя, Женечка и Катюша. Порядок. Че шаришь-то? Нет воды? Че? Кончилась водичка. Пойди к связистам, у них там в бочке навалом. Куда сослепу в поисках воды изобретет Женя? Ой, извините, пожалуйста. Не извиняю я, конечно, вас, Денис, но вы очень торопитесь и нарушаете правила. Шаг назад сделайте. Дисквалификация. Надо дослушивать все три варианта до конца. Куда сослепу в поисках воды изобретет Женя? К командиру, к немцам, к девушке. Инесса. К девушке. Маша, ты поставил чайник? Что? Ну, Олега Даля мы, конечно, узнали. А главную женскую роль в этом фильме играла Галина Фигловская. Мультфильм «Фока на все руки дока». Ну, Фока, мое слово крепче гороху. Бери мою дочь в жены, а в приданное я ей даю от щедрот своих. Какое приданное получит Фока? Рубль, полцарства, мешок гороха. Инесса. Мешок гороха? Нет, к сожалению, ответ неверный. Саша. Полцарства. Ответ неверный. Да ладно. Денис, нажимайте кнопочку. Ну, это рубль. Браво, Денис, это рубль. Давайте увидим. Рубцелковый. На, получай. Зацелковый оно, конечно, спасибо. А насчет женитьбы? Я ведь не басурман какой. Женат ведь я. Вот, марша-то моя, красавица. Ну, Фока, на все руки дока. И играем дальше. Духлес. Я думаю, ты его встречи любишь. А чего ты тогда постоянно заказываешь? Потому что, если я закажу сосиски, они мне все пальцем будут показывать. О! Ты только посмотри. Из цирка, похоже, клоуны сбежали. Что случится дальше? Посетители ресторана положат на пол, а болют шампанским, обрызгают краской. Саша. Обрызгают краской. Внимание, жующие! Нет геноциду меховых зверьков! Хочешь кожаную куртку, выйди один на один с крокодилом, шиншилла, не крыса, а человек. Сними с плотинки скальт на шуму! Этот прекрасный фильм Роман Прыгунок снял по повести Сергея Минаева «Духлес». Повесть о ненастоящем человеке. А вас, Александр, я поздравляю снова. Вы снова правильно ответили на последний вопрос. На этот раз третьего раунда. И вам достается сюрприз. Мэри Поппинс, до свидания. Вот этот наш аттракцион. Вы можете сейчас забрать 16 тысяч рублей, которые вы заработали к этой минуте. Очень неплохие деньги. Можете деньги забрать, студию покинуть. А второй вариант другой. Вы можете деньги сейчас не забирать, играть дальше, попытаться в финале обыграть своего соперника, еще одного финалиста, и забрать деньги гораздо больше. Александр, вам нужно будет сейчас принять решение. Мы быстро рассмотрим рекламу. И когда вернемся, все узнаем, что здесь у нас произойдет. И это заколдованный... Что вы решили, Саша? Не помню название. Дамы и господа, вы смотрите шоу «Игра в кино» на телеканале «Мир». Сегодня у нас в гостях Александр, он риэлтор, Инесса, заместитель директора компании по стандартизации, и Денис, экономист. Что у нас здесь было несколько минут назад? Александр правильно ответил на последний вопрос третьего раунда. По традиции ему досталась опция, которую мы называем «Мэри Поппинс, до свидания». Сейчас Александр может забрать деньги, которые заработал, к этой минуте студию покинуть. Что вы решили, Саша? Я думаю, раз мне фортуна так идет навстречу, я остаюсь. Прекрасное решение. Мы отправляемся в раунд под номером 4. Наш четвертый конкурс сегодня называется «Очки 1 Дэм». Вот они перед вами, они абсолютно непрозрачные, 1 Дэм, и потому что у вас, тогда вы их наденете, будет работать только одно чувство, а именно слух. И по слуху вы должны определить, что за фильм идет на экране. И если ответите правильно, сможете заработать 4 тысячи рублей. Мы смотрим первый фрагмент. Денис, это песня, надеюсь, мне не изменяет память, из кинофильма «Высота». Великолепно, Денис, 4 тысячи ваши, «Высота». Родион Щедрин написал эту прекрасную мелодию. А мы продолжаем. Инесса. Инесса. Да, это мультфильм. Так. Не помню название. Ну, простите, не могу я вам засчитать ответ. Ответа у Инессы нет. И играем дальше. Тир-лим-бам-бам, тир-лим-бам-бам. Денис, Денис, очки хотя бы снимите. Я обожаю этот мультфильм. Там парень у него, и это заколдованный мальчик. Браво, Денис! Великолепно! А гном идет кубацам. Согласен с Денисом, это один из лучших мультфильмов отечественной мультипликации заколдований мальчик. А песню гнома исполнял Анатолий Кубацкий, такой актер. Идем дальше. Сегодня не праздник. Просто игра. Горячий участок давно позади. Пилоты молчат, смотрят на звезды. Так. Мне кажется, сейчас вот такая каша, но... Ничего страшного, давайте устаканим вашу кашу. Я хочу быть смелым и предполагаю, что это такой замечательный советский фильм, как «Асса». Сергея Соловьева. Браво, Денис! Четыре тысячи ваших! Браво! Точно. Это «Асса». Песня «БВС», который исполнял фильм «Асса» группа «Союз композиторов». Уважаемые дамы и господа, это был последний вопрос четвёртого раунда. Сейчас мы узнаем, кто же будет сражаться в финале. Александр – 16 тысяч рублей. Ничего не забота. Инесса – 7 тысяч рублей. И Денис – 20 тысяч рублей. Инночка моя родная, ну как же обидно там. Чтобы немножечко поднять вам настроение, хочу вам сделать подарок. Кофе «Жокей» и просмотр любимых фильмов подарит вам энергию и хорошее настроение на целый день. Смотри кино и наслаждайся бодрящим ароматом кофе. «Жокей» – энергия для дел. Всё, вот это весь кофе ваш. Спасибо вам. Инночка, до свидания. Привет нашим друзьям из Белоруссии. Сейчас узнаем, кто заберёт все деньги в финал. Саша и Денис, что же будет с вами происходить в финале? Какое приключение на этот раз мы для вас придумали? Сейчас на этом экране я вам буду показывать нарезку из 16 известных отечественных фильмов. Их нужно узнать, их нужно запомнить, потом по очереди называть. Проиграет тот, кто не сможет вспомнить очередной фильм. Его соперник победит и заберёт всё. Денис, вы прекрасно сыграли четвёртый раунд, вырвались вперёд. У вас больше денег, чем у Александра. Поэтому у вас будут два бонуса. Один не очень значительный, вы просто первым начнёте перечислять фильмы. Второй гораздо более увесистый. Если в какой-то момент вы вдруг понимаете, что не можете произнести очередное название, вы поднимаете руку и говорите, я беру бонус. Пропускаете ход, и Александр будет называть два фильма подряд. Сегодняшний наш клип из 16 фрагментов называется «Дарите женщинам цветы». Внимание на экран. Играйте вместе с нами. Детям мороженое, его бабе цветы. Смотри, не перепутай. Я ваш гид. Гид? Да, нам не нужен гид. А цветы? Вам. Чего? Да вы что? Извините, ради бога, я у вас портфель забыл с веником. Почему вы так говорите? Это не веник. Это прекрасный букет. Букет можете поставить туда, будет красиво. Как у нас в садочке праздничка цвету. Все цветочки расцветают на лугу. Я приняла доктора Ватсона за нашего соседа, а ему, вероятно, безразлично, цветут орхидеи или нет. В наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Цветы. Мне? Это тебе. Шура, эти цветы вы отнесете Зосе Синицкой. Эта девушка прекрасный цветонок. И в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. А я думала, цветы уже кончились. Цветы еще только начинаются. Все понятно? Поехали. Денис, начинайте. Наношу удар. Человек с буллёрок пацанов. Цветы. Мне? Есть, Денис, правильно. Александр. Бриллиантовая рука. Дитям мороженое, его бабы цветы. Точно, Денис. Ирония судьбы. Верно. Я у вас портфель забыл с веником. Покровские ворота. Точно. У ваших ног я признаюсь. Служебный роман. Правильно. Это прекрасный букет. А, простоквашина. Простоквашина, мультфильм. Верно, Александр. Главное украшение стола. Что? Цветы. Золушка. Молодец, Денис. Прекрасный цветок. Золотой телёнок. Золотой телёнок. Да, Александр. Которые цветы вы отнесёте Зосе Синицкой? Денис. Ну, хорошо. Это приключения итальянцев в России. И не простые, а невероятные. А давайте скажем целиком это. Невероятные приключения итальянцев в России. Молодец, Денис. Молодец. Я ваш гид. Гид? Да, нам не нужен гид. Как играет Денис сегодня, мне нравится. Как настоящий канадец. Бриллиант в руках. А, Шерлок Холмс. И кто? И доктор Ватсон. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Молодец, Александр. Я приняла доктора Ватсона за нашего соседа, а ему, вероятно, безразлично, цветут орхидеи или нет. Денис. Самая обаятельная и привлекательная. Молодец, Денис. Из пяти фильмов. Итак, пять секунд. Собака на сене. Не было. Не было. Четыре секунды. Служебный роман говорили. Бриллиантовая рука. Человек-булярка подстанет. Три секунды. Двенадцать стульев. А, нет, нет, нет. Не было двенадцати стульев. Нет, нет, там не двенадцать стульев. Ты там дарили. Две. Двадцать первый июня. Нет. Двадцать первый июня. Двадцать первый июня. Не было такого фильма. Бриллиантовая рука была. Солушка. Приходите завтра. Не было такого фильма. Приходите завтра. Там, по-моему, Гардемарины нет. Не было фильма Гардемарины. Одна секунда. Ну, давайте. Последний рывок. Покровский ворот, так говорил. Окно в Париж не было. Не было окна в Париж. Время, к сожалению. Не вышло, Александр. Вы не можете вспомнить очередной фильм. Проигрывайте. И побеждает Денис. И радуется победе, как настоящий викинг. Денис. Поздравляю. Хотите узнать фильмы, которые вы не назвали? Можно я попробую парочку... Попробую. Память прокачать. Попробуйте. Попробуйте, прокачайте. Карнавал был? Букет можете поставить туда, будет красиво. Был карнавал, браво. Карнавальная ночь. Тоже. Праздночка цвета. И обыкновенное чудо. Да. Все цветочки расцветают на лугу. Да? Да, обыкновенное чудо. Смотрите. Чистая победа. Денис еще три фильма помнил. Из пяти. Браво. А цветы? Вам. Что это? Родня. Ну, конечно, родня. Родня. Цветы еще только начинаются. Забытая мелодия для флейты. Ну, что же. Александр, вы прекрасно играли в финале. Просто вам сегодня чуть-чуть не повезло. Чтобы, так сказать, повысить вам настроение, сделаю вам подарок. Кофе «Жокей» и просмотр любимых фильмов подарит вам энергию и хорошее настроение на целый день. Смотри кино и наслаждайся бодрящим ароматом кофе. «Жокей. Энергия для дел». Спасибо, Александр. Мы прощаемся с вами. Спасибо за игру. Счастливо. Пока. Счастливо. Сегодня в нашей программе победил Денис Сладков из Дмитрова. И заработал 43 тысячи рублей. Ай да, Денис. Браво. Поздравляю вас, дорогой мой человек. Хочу обратиться к тебе, дорогой мой телезритель. Если такой жизнерадостный, такой бодрый, так хорошо разбираешься в кино, как Денис, приезжай к нам, покажи себя, заодно и деньги заработаешь. Любите кино, смотрите кино, играйте в кино. Вместе с нами на телеканале «Мир». Я Сергей Белоголовцев, это Денис Сладков. Мы говорим вам счастливо. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!